Пока одни представители власти думают, как решить транспортную проблему, другие обсуждают, на что потратят бюджетные деньги в следующем году. Статей расходов слишком много, все они необходимы, но чтобы покрыть их, доходов не хватает. Несмотря на то, что бюджет в этом году опять дефицитный, депутаты все еще стараются его изменить. Подробности у Анны Мамаевой. Депутаты на слушаниях бьются за каждую отдельную статью расходов, за каждый отдельный объект. Это уже второе слушание городского бюджета 2015 года. Пока его не приняли, еще можно повлиять, на что пойдут деньги в следующем году. Замучатся дети, которые с остановки, которые ходят пешком к училищу, и эта дорога не освещена. В этом году и в этом году тоже не рассмотрели. По освещению отдельно, посмотрите, пожалуйста, это не только, здесь еще кого нет, будут задавать вопросы. С освещением нам нужно в городе тему заканчивать. У нас программа была, энергосберегающая. То есть это много, окраины, особенно все свободы, посмотреть комитет, ДСК. Согласно проекту, бюджет дефицитный. Городу в следующем году понадобится почти 9 миллиардов рублей. Из них почти полмиллиарда дефицит. Но депутаты уверяют, экодномить на людях не будут. Все годы у нас бюджет социально направленный. Больше 60% нашего бюджета будет запланировано на социальную сферу. То есть образование, культура, физкультура и спорт. Это никуда не денется, естественно. Это приоритетная задача. Но в то же время не будет, естественно, забыто и благоустройство, и жилищно-коммунальное хозяйство, и наши парки, и скверы. После депутатских слушаний 18 ноября пройдут общественные, на которых каждый желающий сможет высказать предложение, как следует расходовать деньги в будущем году. Только после этого городские власти утвердят бюджет на 2015 год. С финансовым документом можно ознакомиться на сайте администрации города.